Плохой вопрос. Я понял последний раз, когда ты сказал, что ты закончил карьеру уже. Вы послали одного из своих помощников, Карла Николини, на тот фланг. Он должен просто говорить с Мудриком. Вы старались разыгрывать, потому что они просто выше, да? Да. Мы и они минимум 60-78 килограмм в разнице. Футбол мінливый. Важко зрозуміти, як після такого матчу ми не в групповом этапе Лиги Чемпионов. Поговорил с ребятами по-мужски в перерыве, сказал, что или мы выходим в Лигу, или можно не выходить на второй тайм. Для нас со всех точек зрения, и с экономической, в том числе, это была, скажем так, игра года. Всем привет, друзья. Это видео начинается с черги. Потому что черги на матч Шахтар-Монако. И это очень приятно, что купа харкевян пришли поддерживать Шахтар. Это черга, я не знаю, не с какими-то лотерейными квитками, или забирать пенсии, или еще какая-то халяла. Это все люди купили квитки на футбол. Больше, чем 25 тысяч людей, можно было всего-навсего 26 600, пришли поддерживать Шахтар на игру с Монако. Матч вартостью 40 миллионов. Найдешевший квиток 150 грн, найдорожший 4 тысячи. Как всегда, сипемо тут вподобайок. Я читал, что вы говорили, скажи лайки, давайте ставьте лайки, кто хочет. Ну и подписывайтесь на канал, потому что это надзвичайно важливо для меня и для нашего проекта. Это все люди, но не все, по черту. Сколько вас людей? 6 людей пришли по промокоду Бомбардир и получили 20 топ. Да. А это не 1,5. Тот, спасибо тебе. Далее топчик, топчик. И еще промокод, который есть внизу под этим видео, смотрите тоже. И нам Бомбардир, смотрите все на ютубе. Друзья, у нас стоит полиция, да? Да, да, ютуб-канал Бомбардир, все дивилось. Дякую, сегодня все в порядке, все заехали. Ярославский. Ярославский. Один из первых за годинство, я бачу. А кто слиток? Воевомера. Вси, да. Губер. Будут все. Бачите, приховывает рожка. Дуже хорошая поддержка сьогодні. Реально лучший карьер. Старковый. В первых минутах пока что бачим зракальную строку. Это то, что Монако кидается в высокий пересень. Часто забираем я-что-наше. А такой, пока что моментов особливо то и нет. Мы стоим за воротами Нюболя. Я побачив, что в первом тайме, очень много единоборств програли. Команда у них важная, большая. И все стики, все эти дуэли, ни в переду, ни в заду, ни в центре. Это один из факторов таких. Все видят, и мы видим, поверьте. Это футбол, знаешь. Нельзя играть там в одном. Мы немного растерялись. Первый тайм не удался. Тут же главное, как команда делает выводы. Как вам? Андрей Катов, пока печатается добивание, мы пропускаем. 18-я храни. Все все шло, в принципе. Монако довольно серьезно атакували. Два удары с меж профилы. Два удары с меж профилы. Ну, как? 18-я храни, 1-0 в Баньядер. Дуже плохой старт. Дуже плохой старт даёт Шахтар. Вы старались разыгрывать, потому что они просто выше. 90% угловых вы просто давали передачу. Да. Они не только высокие, но если мы сегодня освещались, мы и они минимум 60-78 кг в разнице. Я вижу по первых 30-х храни, что Дезервью говорил после первого матча, что в Монако набагато більш фактурнейшая команда. И півзахист. Они програют Маркуса Антонио, програют Алана Патрика в габаритах, единоборствах. Так само Фраоре фактурник, который в УПЛ глядает таким лукаком нашим, то тут его пока что съедают. И он не может конкурировать с двумя центральными оборонцями. Он просто програет единоборство. Упускаем другую, просто просто два. 2-0 в первом тайме. Шахтар горит. 11-1 со створным моментом. Просто просто. Найгірший перший тайм. До Церкви в Украине. В Украине. В Украине. 12 моментов на ворота пятого. И два прогрошения. Только фактурник, я вам уже называл, нас загнали прессингом. Монако активнейший, Монако энергийнейший. И тот факт, что мы програем все единоборство. Фактически все в центре поля, на банках. Просто програем. Треба забивать два. Взагалі не зрозуміло, кто это будет делать. Абсолютно. Майя. Только шанси. Первый тайм. Что это было? Как вы это видели? Очень много проигранных дуэлей. Почему? Монако – очень сильная команда. И они создали команду по-разному, чем мы. И в этом сезоне, и в прошлом сезоне. Они тратили много денег, чтобы купить новых футболистов. Я думаю, что мы заслужили еще больше квалифицировать. Все говорили, что Монако – фаворит. Но я очень горд, как моя команда сегодня выступала. Это одна партита. Монако. Монако. Мы вообще не играли в свой футбол, который мы должны были играть. Почему? Потому что некоторые футболисты выпадали. Ну, ответственная игра. Много молодых ребят. Поэтому, собственно, здесь все объяснимо. И мы играем с Монако. Это очень сильная команда, которая достойно играет в групповом этапе лидер чемпиона. Поэтому надо об этом тоже не забывать. Первый тайм полностью был за Монако. То есть они сделали очень серьезный прессинг. И наши ребята не могли с этой ситуацией показывать тот футбол, который мы играем. На додачу до всего на ВСК металлист прилетел в Казан. Просто за воротами, которые запишают Нюбль. Чи был такой момент в этом матче, что ты засомневался, что вы пройдете дальше? Потому что я переживал. При 2-0 очень важная игра была. Сомнения у нас никогда нет. Мы живем эмоциями игры. Я, так как уже очень много участвовал в такого типа матчах, знал о сложности игры. Мы начали играть, к сожалению, только на нашей половине поля. У нас так много атакующих игроков. Но нам не удалось уходить вперед. Когда ты слишком много времени проводишь на своей половине поля, ты как будто бы теряешь эту силу атаковать и идти вперед. И начинаешь терять очень много ненужных мячей. Но когда есть момент, нужно жить этим моментом. Поговорил с ребятами по-мужски в перерыве. Сказал, что или мы выходим в лигу, или можно не выходить на второй тайм. Я вижу, я постарше. Я вижу, что игра не шла. Но надо разбудить чуть-чуть. Потому что, вы видите, у нас молодая команда играла. Поэтому надо было чуть-чуть. Они немного потерялись. Потому что, когда второй гол, они там не добежали, там встал, там начали ругаться, обижаться на себя. Не знаю. То есть, надо было их чуть-чуть направить правильно. Поэтому у меня, слава Богу, опыт есть. Я уже проходил такие матчи. И надо было им правильно сказать. Хорошо, что они у меня услышали. В стадионке стояли в Наркеве. Это очень круто выглядит. И отчасти. И отчасти. А ты сказал про то, что вы должны подсказывать молодым. Ты понимаешь, что ты один из тех людей, на кого они смотрятся, кто должен передавать этот опыт? Я много лет уже в Шахтере. Я уже выиграл много трофеев, забил очень много мячей. И верю, что я являюсь примером для молодых ребят. Но, как я и сказал, сейчас самое важное – это классификация, проход дальше. Потому что эти ребята будут играть, будут учиться, как выступать, как действовать в такого типа поединках. И я очень счастлив, что мы прошли дальше. В Дедзербе был настолько злый, он подбил до лавы запасных, ударил ногой по такому коробку, где лед, потом ударивший тренерскую лаву. В момента была наша хлорид, были реально неймоверные эмоции от Роберта Дедзербе. Вы были очень злые, и вы ударили, я видел, там такой ящик есть со льдом. Вы, как бы, почему вы так завелись, да? Вы пытались завести вот эту всю команду, выпустить пар. Пять лет назад мы тренировали в третьей дивизии Талии. У нас была сложность, и мы работали упорно, чтобы быть здесь и сейчас. И тоже мы очень много работаем, очень много анализируем все. Мы работаем с трастом к футболу, чтобы наши болельщики развлекаются, когда смотрят наши игры. Вы послали одного из своих помощников, Карло Николини, на тот фланг? Он должен просто говорить с Мудриком. Мы говорим о молодых футболистах, которые должны прогрессировать, но я считаю, что единственный вариант, это чтобы они играют больше. Чтобы вы зрозумели, я пошел и все на фланге до Михаила Мудриком и Исмаиле. Мы просто ждем, я хочу сказать, чтобы кричаться, что до Исмаиле, что до Мудрик. Прямо, что Исмаиле. Мудрик, 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 Мудрик! Скажи, Николину ты об этом кричал, ты чувствовал? Что, нет. На фланг, Николину. Ты чувствовал, да? Не рисовал! Поехали! Просто не описать эмоции, это реально ради таких эмоций стоит жить. Очень рад, что помог как-то команде вообще достичь результат, который Шахтер провел дальше. Это результат для всех болельщиков, Шахтера, для всех людей, кто за нас болел вообще. Эпизод с забитым голом. Ты хотел давать передачу, но, бачишь, так Бог допомогла на рикошет. Как ты это бачишь? Да, я просто видел, что в этой ситуации я там уже лучше, наверное, пас бы отдал бы. И я видел Ауна под собой, я ему хотел отдать пас. Но, видите, правильно сказали. С Божьей помощью так получилось, залетела ворота. На твою адресу много критикей, да? Да, ведь тебе очікувань купа, да? Все думаете, как Неймар будет жирать, выходите сам всю команду там обігрувати. Как для тебя, тебе легче після этого гола, після этого матча? Да, ну, критика, наверное, критики нет у того, кто ничего не делает. Она всегда, я уже привык, ее всегда, с самого начала было много. Пусть критикуют, если людям так легче, это нормально. Они меня, наоборот, делают лучше и где-то так задор какой-то дают мне, которые помогают мне улучшать себя. А после этого матча я хочу сказать, не то, чтобы мне легче, я надеюсь, легче... Нам не легче, ну, хорошо, что именно сложилась ситуация, что Шахтер прошел групповой этап, и это самое главное. Это пахнет Лигой чемпионов. Шалей на тройку на потенции пятого побываю. Вся лава запасных чемпионов, она абсолютно вся. Шахтер влизи цемпионе! И по каким? Шахтер Esteban Chief Мы можете былов weg за doivent Hadass. Потом Eventually немали слезы. Да кстати, а ведь она плачет, но и почему от радости не обидkom. Друзья, весила у вас подарочек. В футболичка шовтеря такая сынетка, vsUM, который выиграет. Luego подписывайтесь на наш канал, ставите напать ворцовico straps. Это видео своим друзьям и в комментариях напишет, как вы переживали этот матч, что он вам подарил вам. Найзворушивающий комментарий, отримает приз. Думаю, пишем, кайфуем и витаем Шахтар с победой. Это было очень-очень круто. Футбол мінливый. Важко зрозуміти, як після такого матчу ми не в групповому етапі Ліги чемпионів. Бо моя команда показала гарну гру, і ми мали проходити далі. Треба бути чесними. У них один удар у площину і два голи. Ми мали забити 4-5 голів і п'яту видав гарну гру. Ми мали закривати цей матч до додаткового часу. Что вы чувствуете главный менеджер Шахтаря после этого матча? Все говорят, что мы выйдем в Лігу чемпионов или не выйдем. Все понимают, что это большие деньги, это ответственность, это рынок. Вы сейчас можете спокойно спать и думать, что сезон более-менее уже пойдет спокойно. Я думаю, что с нашим главным тренером навряд ли удастся спокойно поспать. Но факт тот, что да, сегодня была для нас, скажем так, если брать экономическую сторону медали, очень важная игра. Она была важна как с точки зрения, скажем так, тех бонусов, которые мы получаем от УЕФА, так и, собственно, с тех футболистов, которые, ну, с точки зрения футболистов, которые мы купили, которые мы инвестировали. И, собственно, они свой талант должны показывать в такого рода турнирах. Понимаете? Потому что Лига Европы – это турнир на порядок меньше. Поэтому... Витаем вас. Как вы это все бачили на трибунах? Ой, мы пережили. Мы так терповали очень. Но все, мы очень рады, что команда выиграла. Уважаем теплые подачи. Успехи вам в подачи. Успехи вам в подачи. Успехи вам в подачи. Успехи вам в подачи.